Довольно маленький экспозиционный зал, но очень большая и важная задача. Очередная волна коронавируса нагоняет уныние даже на самых жизнерадостных. И что, если не искусство, способно в такое трудное время напомнить каждому загрустившему о прекрасном мире? Настоящая такая артистическая художническая работа – это служба, в общем, сродни службе. То есть надо все время быть начеку, все время видеть цвет, все время слышать какие-то красивые звуки, если это музыкант или композитор. Поэтому, в общем, те, кто имеет отношение к искусству по-настоящему, они никогда не отдыхают вообще. Это постоянная работа, творчество. Но она и удовольствие, и радость, и в то же время и служба, и она непрерывна. Перерывов или выходных у нас не бывает у художников. В этом смысле каждый человек искусства действительно работает неустанно и именно сейчас выполняет важную задачу. Здесь, в салоне, сегодня яркие работы, от которых веет теплым весенним ветром и пахнет травами. С них светит солнце и теплится рассвет. Участие в выставке приняли признанные известные рязанские мастера – Виктор Грушиновицкий, Виктор Корсаков, Надежда Блинова, Олег Потапов, Максимилиан Пресняков. Их авторский стиль узнаваем. Постоянные посетители выставок и любители искусства хорошо знакомы с творчеством этих мастеров, за плечами которых десятки персональных выставок. Но особенность этого пространства в том, что здесь может быть все. И рядом с картинами известных художников на этой выставке – работы тех, кто выставляется впервые. Моя мама, ей 75 лет, в этом году будет. И она впервые участвует в выставке. То есть она выставляется как самостоятельный художник. Днила Алексеевна, между прочим, вот. Днила Алексеевна, я очень благодарен ей художник. И Линия за то, что она предоставила такую возможность. Воспитавшая художника Дениса Чернова, женщина призналась, что всегда мечтала рисовать. Но как-то все было не до этого. В душе я, можно сказать, художник с детства. Я чувствовала прекрасно и стремилась к этому. Но жизнь повернула так, что я воспитывала детей, внуков. А вот сейчас уже более свободно я занялась тем, что немного приложила свои усилия к прекрасному миру. Вот одна из моих работ. А в основном я графикой. Это с детства. Вот помогала сыну, воспитала сына художником. Пример Лидии Черновой показателен. Начать никогда не поздно, особенно если в мире видишь больше прекрасного, чем наоборот. Цветы, как всегда, каждая женщина любит. Но и прекрасно. Вот лебедей люблю очень, зверей люблю, лошади очень люблю. Ну, вообще все прекрасное, кажется. Идешь, вот, кажется, по улице, солнышко светит, трава зеленеет, цветочек такой хороший. Я с детства как-то стремилась к детей. Вот смотри, не рви, не бросай. Ну, вот, как могла. Ну, каждый человек, я думаю, в душе все равно прекрасные чувства у него есть. Посмотреть на картины и рисунки и вспомнить, как прекрасен мир вокруг, несмотря ни на что. Хорошая попытка справиться с гнетущими обстоятельствами. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова